Здравствуйте! Минувшая неделя прошла под знаком космоса. В Звездном городке чествовали экипаж, который недавно вернулся из орбитальной экспедиции. На МКС Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Кевин Форд трудились почти полгода. Мы очень дружный экипаж, работали слаженно, сплоченно. Вот это самое лучшее впечатление всего полета. В Политехническом музее открылась необычная экспозиция. Фотохудожники решили показать зрителям суровую красоту реактивных двигателей. Мастера света и тени несколько месяцев творчески работали на предприятии, где создают сверца для космических кораблей и боевых ракет. Понимаете, ракетные двигатели – это РД, некая модификация, а просто сухая фраза из научной документации. Мы видим ракетный двигатель в первой ступени как артефакт. Мы подходили к нему как к скульптуре. В Рио-де-Жанейро завершилась латиноамериканская аэрокосмическая выставка. Подобный форум проходит в Бразилии уже девятый раз. По мнению специалистов, экспозиция Роскосмоса была одной из самых представительных. Страна высоких гор и самого большого пляжа на планете. Страна грядущего чемпионата мира по футболу и летних Олимпийских игр 2016 года. Здесь трудятся и отдыхают от души. Бразилия. Ее жители как только могут демонстрируют красоты и призывают вперед на покорение вершин. Вообще здесь в Рио-де-Жанейро каждая гора, каждая высота, как своеобразный трамплин для воплощения любой идеи, мечты и реализации человека. Меня вот обвесили всю камерами, чтобы все это реализовать и запечатлеть прыжок. Уанду! 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 Я лечу! Посмотреть на Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета, пролететь над пляжем, будто птица. Что может быть лучше? Уанду, говорят на португальском. У-у-у-у! Уанду. Призыв двигаться вперед. Это как наше русское «поехали». В начале каждого дела здесь говорят «Вуанду». Трамплин для выгодных вложений и партнерских соглашений. Выставка «ЛАА-2013». В Рио-де-Жанейро на крупнейший в Латинской Америке форум авиации, космонавтики и военной техники слетаются гости со всего мира. Этот салон способствует большему престижу Бразилии в мире. И хотелось бы, чтобы как можно больше стран сотрудничала с Бразилией в самых разных сферах. Восемь предприятий Роскосмоса ведут переговоры с бразильской стороной о совместных носителях, стартовых комплексах и навигационных спутниках. Ресурс «Б» – первый аппарат, который в июне запланирован в Пуску. Это продолжение ресурса ДК и создание группировки ДЗЗ Самарского центра. Насыщенный график встреч, подписания соглашений. На стенде информационных спутниковых систем имени Решетнёва одни встречи сменялись другими. Предприятия из Сибири участвуют в конкурсе на создание спутника связи для Бразилии. Бразилия очень похожа на Россию. Эта страна развивается. Страна с большой территорией, с большими природными ресурсами и богатствами. Это страна, которая преодолевает уровень, может быть, небогатый, средний, как и Россия, но преодолевает расслоение, преодолевает преступность и прорывается во многих направлениях промышленности, в том числе и в космос. Поэтому устремление Бразилии для нас – это то, что мы проходили 10 лет назад. ГЛОНАСС в Латинской Америке в почёте. Для более эффективной работы спутников на территории одного из технических университетов Рио-де-Жанейро в феврале этого года была установлена антенна корректировки сигнала. Эти наземные станции необходимы для поддержки системы ГЛОНАСС, для измерения параметров спутников, выдачи поправок необходимых для того, чтобы уточнить сигнал, повысить точность, местоопределение, местоположение, тем самым повысить конкурентоспособность нашей глобальной системы ГЛОНАСС на мировом рынке. Вскоре появится ещё одна подобная установка – Сажень-ТМ. Бразилия заинтересована в глобальной навигационной системе. Более того, желает создать и свою спутниковую группировку. Она в первую очередь нуждается в спутнике таком, который мы делаем на базе платформ «Экспресс-1000» и «Экспресс-2000» – спутники связи. Но одновременно Бразилия нуждается в спутниках дистанционного зондирования Земли. Россия, как признанный авторитет, расследовала аварию бразильской ракеты, которая случилась в 2003 году. По итогам и рекомендациям российских экспертов выстраивается космическая программа Бразилия. В этой огромной и вообще-то небогатой стране, как океанский воздух, необходима космонавтика. Вернее, её социальная часть. Ведутся переговоры об использовании сигналов российских спутников и для социальной сферы Латинской Америки. Сегодня в беседах с представителем Бразилии эти планы не были сформулированы. Но мы, идя по применению навигационных систем вслед за GPS, мы знаем наше будущее в России, видя его в Америке и европейских странах, и знаем будущее Бразилии на нашем примере. Школьные автобусы, системы слежения за опасными грузами, социальный ГЛОНАСС и так далее, и так далее. Всё это будет и у Бразилии. Сотрудничеству России и Бразилии без малого 20 лет. В 1994 году был подписан первый контракт на поставку зенитно-ракетного комплекса «Игла». Сегодня контракты исчисляются сотнями, и по большей части не в военной, а в мирной сфере. Бразилию всё больше интересует российская программа «Безопасный город» и «ГЛОНАСС-регионам». Оснащение датчиками гигантской сети магистралей и железнодорожного транспорта, перевозки опасных грузов и просто помощь людям. Вскоре Бразилия это будет делать вместе с Россией. День космонавтики появился в нашей стране в 1962 году по предложению Германа Титова, космонавта номер два. Не так давно этот космический праздник получил мировой статус. И по решению ООН 12 апреля стал называться Международным днём полёта человека в космос. На орбите уже побывало 528 землян из разных стран мира. Космонавтика реально объединяет людей на планете. На сегодня всё. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова